В этот день задействованы практически все ведомства, органы госвласти, общественные организации, госучреждения. В этот раз у нас получилось порядка 300 пунктов оказания бесплатной юридической помощи по всей Оренбургской области. То есть мы закрываем не только город, но и муниципалитеты, районы, центры на базе адвокатской палаты, нотариальной палаты, Министерства юстиции и ряд других учреждений общественных. Категория граждан ограничена, это перечень. То есть могут получить либо инвалиды первой, второй группы, ветераны Великой Отечественной войны, прожиточный минимум, средний доход семьи ниже прожиточного минимума и так далее. Вопросы в основном поступают такого порядка, касающегося государственной регистрации, которые не совсем выполномочены решить органы Росреестра. Поэтому приходится объемно разъяснять заявителям порядок обращения в суд для решения данной какой-то ситуации. Общее время с 9 часов у меня уже четвертый заявитель. Общее время 15-20 минут. Может быть где-то более трачено. Я считаю, что это очень полезное дело. Мое такое мнение, пусть меня привлекут к ответственности, но у нас гласно сейчас. Я живу в неправовом государстве, убеждена в этом. 15 лет, добиваясь решения своего вопроса, простого вопроса, ничего не могу доказать. И вот эти юридические консультации, это, я считаю, первый шаг в правовой системе. Стоит отметить, что в Доме юриста работали сразу несколько профильных специалистов. И получить консультацию по различным вопросам можно было сразу в одном месте. Однако на других точках юрист мог отправить гражданина в другую, компетентную структуру, где снова нужно было отсидеть очередь. Оказывается, в Доме юриста и так регулярно предоставляют бесплатную юридическую помощь в понедельник, среду и четверг. Сегодня каждый желающий получил консультацию бесплатно, но в любой другой день она обошлась бы клиенту. От специалиста средней квалификации в 500 рублей, а от специалиста высшей категории в размере от 1500 рублей. Ксения Цурко, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ.